Александр Ярыш. Анатолий Гастин. Приветствую тебя. Турнир подошел к концу. К сожалению. Хочу с тобой пообщаться на эту тему. И первый вопрос. Как вообще тебе организация турнира в Казахстане? Организация хорошая. Понятно просто, что в Москве больше денег, больше финансов на все это. Но Дидар постарался, сделал неплохо. Самый плюс, что мы играли не на каком-то Луче, а на остальной арене. Наверное, это самый большой бонус этого турнира. А самый минус это судейский корпус. Ну он и в Москве слабый, но здесь еще чуть ниже уровень. А в целом по турниру нормально, все хорошо было. Ну просто они же как сделали, там даже замены были с МФЛ сделал. Ну с телефона же замены делали. А телефоны делали, да? Да, типа ты не можешь, вот если ты меняешь иметь деньги, вот типа на профика, если уже перебор профиков, ты не можешь, типа там само предложение не даст тебе делать замену. Вот, для пираза неплохо. Что лично тебе дал этот турнир? Можешь так уже подвести итог? Респект. Вот после финала все пацаны подошли, сказали, что я очень хорошо сыграл. Ну что они вообще не ожидали. Манну скушал, вообще Манну без мяча был всю игру. Вот, с Эдом посложнее, он большой сухой. Мы все нормально попадались там пару раз друг друга ехали. Ничего, нормально. В целом больше дал, наверное, уверенности в себе. Вот этот камбэк небольшой совершить психологический, он получился. Я за этим сюда и ехал, в принципе. Как ты оцениваешь свою игру? Сегодня хорошо. Вообще, а в целом на турнире? В целом на турнире не очень. Только сегодняшняя игра нормальная была. А в остальных играх я выходил там на 20, на 15 минут. Типа, не знаю. А с броками вообще вышел под мостом играть. Мы просто обронялись там при счете 3-1. Я вышел на свой гол 3-2. И сколько мы там, блядь? Минут 15-20 бегали, просто обронялись вообще без мяча. Там очень трудно было. Просто хотелось, типа, когда мы играли там со словной спарты, выйти в основе, просто, знаешь, почувствовать. Когда в основе выходишь, совсем по-другому и психологически как-то настроен, и по-другому игра идет. Больше уверенности в себе, на самом деле, чем когда выходишь в замену. Да, брат, я помню, мы тогда были тоже на матче, и как раз в замену выходил. После тоже последний уходил, я на споре был недоволен. Да, я очень, да, 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 было дело. Да, общались с ним. Война и мир, бойцовский клуб, близ крик, важное решение. Нет, это не литературные произведения. Это специальная линия у наших партнеров в теннисе. В наших хорешей высокий выбор событий, хорошие коэффициенты, ну а также бесконечный бонус. По ссылке в закрепленном комментарии тебя ждет до 17,5 тысяч бонусов на первые 3 депозита. Играй вместе с теннисом. Скажи, вот эта твоя аренда Fight Nights, как она вообще произошла? То есть ты тренировался с Гоусами, как на тебя вышли, или ты, может быть? Короче, вообще вся история случилась в том, что я уже отпросился с работы поехать на турнир. Потом выходит заявка, и я увидел ее в сервером канала, и меня не было в этой заявке. Вот, я мягко говоря, лаюха. Ну типа тебя даже никак не оповестили, ну типа предварительно, да? Да, 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 ничего не сказали, вот. И я как увидел, я сгорел сразу на работе, сказал, что все, я никуда не полечу, типа все, я остаюсь в Москве, все нормально. На следующий день приходит предложение от броков, вот. Но я не мог такие качели на работе устроить, но я уже все понимаю, что я так улучшил им было. И через неделю, перед игрой с броками, пятницу, по-моему, мне пишет Дмитрий Шишков, представитель Fight Nights. Говорит, хотим тебя видеть, приезжай. Обговорили все условия, и я думаю, блин. Ну типа просто так предложение с неба не падает, наверное, может какая-то судьба, может в таком духе. Я такой думаю, ну надо поехать попробовать, попробовать вернуться, камбэкнуться. Много словов ходило касаемо броков, гоутсов, кто тренировался. Скажи, ты, если бы такое же предложение пришло из броков, немножко попозже, и ты на работе ничего не говорил, ты бы принял его? Блин, я честно не знаю, вот я об этом тоже думал, я для себя не нашел ответа, но нашел понимание, что все, что вот как должно оно произойти, так вот оно и происходит. Там сценарий давно уже за тебя написан, где просто жизнь предоставляет возможности, которыми надо пользоваться. Ну и здраво оценивать там свои силы, и также оценивать вот эти предложения, которые приходят, и возможности, которые дают жизнь. То есть не надо за все хвататься, цепляться за последний шанс, нужно тоже трезво оценивать, к чему это может привести, зачем мне это, для чего, ну в целом. А у броков чуть-чуть контент построен на немножко скандальной такой, знаешь, атмосфера из этого в команде всегда в подвешенном состоянии. Мы сейчас жили вместе, ты можешь даже, да, немного сравнить и понять, потому что вы жили в одном отеле, общались близко. Да, но броки были чаще поникшие, чем, допустим, мы. У нас постоянно какая-то веселуха, мы все время там вместе время проводим, да, мы только когда по номерам расходимся спать, тогда не вместе. А так целый день там мы где-то сидим, чем дружом, чем занимаемся, в таком паре. Сейчас это была аренда? Угу. Общался ли ты уже с Камилом или с руководством? Нет, вообще не скидываю. Хочу немножко абстрагироваться на пару дней от всего этого, хочу к любимой девушке, к семье, хочу отдохнуть немножко, хочу побыть с ними. Пацаны из Тудрос тебе уже что-то говорили после финала, может быть? Да, респектов накидали, говорят, что очень ждут дома. Даже касаемо, когда коридор делали, видел, как я прокатил, я снимал, я все не сделал, да, суки. Ты вот так шел, просто закрывался. Да, больно били, блядь, головняки вонючие, больно, прям реально так по шее пару раз нормально осталось. Лично твои ощущения после этого, ты считаешь, что ты доказал, потому что ты говорил перед матчем, вообще перед турниром, что я еду доказывать, и в первую очередь, наверное, себе, да, что ты что-то можешь, и пацанам, дротцам, что они тебе тоже нуждаются. Себе точно доказал, и я вообще понял, наверное, какая у меня была огромнейшая проблема, вот, нельзя любить себя в спорте, нужно любить спорт себе. Ну, правильно, да, я сказал? Да, брат, очень сильно сказал. Да, короче, и я понял, что пора перестать заниматься вот этой нюхой всякой, которой я занимался, и пора приводить себя в форму. Потихонечку, потихонечку вкатываемся, то, что я сегодня хорошо сыграл, это даже не, наверное, 60% того, что могу. Каждый день бухать надо. Но Орик самый худший трассер в Файт Найт. Самый слабый футболист, его и в сборную Викторич взял, Викторич, бля, вот кадр сидит, бля. Если хотите с Нориком, интервью тоже накидайте. Да, накидайте лайков. А сколько надо минималку сделать? Ну, тысяч пять, да? Братья, пятерка будет хорошая. Давайте, пацаны, пять тысяч лайков, и я вам обещаю, что Толи снимет интервью с Нориком. Не важно, где будет Норик, в Казани, либо в Москве. Так, ты себе доказал. Ну, относительно. Нет, я себе доказал, что я могу вернуться на тот уровень. Вот уже сейчас понимаю, просто надо больше работать, надо делать больше, чем остальные в два раза, и все. И так это выражаешь? Когда все вознаграждается, конечно, конечно. Я уже из игры, я полюбил прям обратно, ну вот обратно влюбился в спорт, в нагрузки. Мне, типа, ну, тяжело пока, но кайф от этого получаешь, когда ножки болят вечером, ты приходишь, вложишься. Это, так сказать, у спортсмена это отдельная любовь, наверное. Лучшая, наверное, боль, это, которая есть, это в мышцах. После, там, тренировок и тяжелых, там, я не знаю, тоже тренировок, бегов, всего остального, зал и так далее. Потом еще отдохнуть хорошо, да? Когда потрудился, еще потом отдохнуть. Ну, если хорошо, правда, реально. Ну, реально. Тогда можно себя наградить, но не после каждой минуты. Не чистить, конечно. Слушай, представь, сейчас ты возвращаешься в Москву, берешь паузу и пишет и руководство Fight Night, что, Сань, давай с тобой поговорим, нас все устроило, давай работай дальше вместе. И, там, Жека с неким номером говорит, Сань, возвращайся, все окей. Но, понятно, что играть, там, место в составе. В Тудроуд все-таки очень много игроков. Ну, смотри, здесь у меня... Будешь доказывать. Да, здесь у меня определенный, как бы, ну, статус тоже играет роль медийного футболиста. Тем более, у меня хорошая своя, типа, медийка. Я могу там клубу помочь в этом плане. Но, знаешь, выбор тоже такая трудная штука. Но, все равно, по приезду в Москву, я думаю, я продолжу тренироваться в Fight Nights, потому что дротцы, там, улетают в Турцию, что-то в этом роде. Я продолжу тренироваться в любом случае. Даже, может быть, с теми... Я хочу как можно больше тренироваться. Если я где-то тренируюсь, там, допустим, в разных командах, это не значит, что я в них. Я просто хочу много больше тренироваться. И сейчас я товарищей немного напряг, чтобы заявиться в КФК. Потому что КФК в тонус ебанутый приводит. Заставляет двигаться больше. Ну, и там тренировки посложнее, чем в медийном футболе. Там больше сделан упор на молодых игроков, которые хотят куда-то попасть. А команда МСКФК, условно, допустим, если получится кого-то продать, это очень выгодно. В плане и финансов, и имиджа клуба, и всего остального. Банар, да. Ой, Сау. Ой, хорошее. Было это вставить, надо это. Я тебе понял, ты сейчас работаешь, тренируешься. Для чего? Для чего ты сейчас это делаешь? В первую очередь, для себя. Сто процентов. Для чего вообще человек... Вот есть, которые там, бодибилдеры, ребят, которые в зал ходу. Для чего они для этого делают? Для собственного удовлетворения. Ну да, я хочу подойти к зеркалу, и вот посмотри, что вот здесь, блядь, кубики были. Для собственного удовлетворения. Так ты же можешь пойти в зал так же? Да нет, зал это все искусственно. Когда ты делаешь, там, допустим, много работы, не вот зала, а... А карби, да? Ну да, да. Ты заставляешь себя прямо через... Не могу, ты тоже хочешь обливать, но ты все равно, типа, бежишь и делаешь. Это намного круче, чем я просто буду ходить и качать железо, и стану деревом. Ты сейчас чувствуешь, что у тебя вторая молодость, или второе дыхание открылось? Потому что, блядь, я сейчас на сруди, и ты... Блядь, я серьезно показываю, блядь. Просто я сейчас слушаю тебя и понимаю, как будто у тебя азарт снова появляется. Да, да, это первое не закончилось. Это я просто заглох немножко на ней. Вот, сейчас мотор поменял, заново завез свой мопед русский и поехал. Поэтому будем работать, будем стараться. Я очень прямо, ну, я сейчас этим загорелся прямо вот еще перед поездкой, когда я уже знал, что я точно лечу. Я уже у себя в голове понял, что... Ну, если я сюда лечу, типа, ну, работать и какой-то прогресс, типа, сделать, то 100% надо, ну, просто так отсюда, вот прикинь, вылететь там в полуфинале. Я только на финал рассчитывал, и у меня была небольшая мечта именно с дротцами сыграть в финал. Было, конечно, желание огромное забить. Было бы, правда, не праздновал, я бы не праздновал, вот, но жест, короче, был бы тогда, если бы я забил. Как же жест, брат? Да? А ты не помнишь, когда Депая жестко хейтили в Белландии, и когда он забил за сборную, он так вот стал? Да, да, помню. Да, вот это я хотел чуть ближе к скамейке дротцов подойти к пацанам и так сделать. Такого на них было бы раз... Ну, даже если бы даже план просто выиграли, так сделать, тоже, ну, тоже знали. Ну, тоже было бы неплохо. Нет, хотел, если бы я выиграл, я бы стал единственным человеком в СНГ, у которого три титула МФЛ. На самом деле, это еще больше подстегивает. Тем более, второе место, я не считаю его вторым местом. Типа, мы большие... Да, я подумал, единственным человеком, у кого три титула МФЛ. Ау, ты, брат, с пацаном. Два, московский, он бы все. А этот, ну, сейчас у них у всех три. А у меня два. А, да, ты бы один был, да. Я бы единственным был вообще. Все, я понял. Понимаешь, в чем прикол? Это еще больше подстегивает сейчас. У нас команда... Я не считаю, что мы проиграли. На самом деле, мы большой рывок для всего медийного футбола сделали, когда убрали Броуков, СД, и по игре в втором тайме убрали Тудротс. Это заставляет о многом задуматься, что... Команда Тудротс, мы с Камилом даже, Шарип Морзга, они мастеровитые. Но характер и дух все равно имеют большую часть даже в том же самом футболе и в любом спорте. Если у тебя это есть, то какой бы ни был мастеровитый соперник, если ты идешь до конца везде, во всех моментах не уступаешь, то ты ничуть не слабее. Просто это еще, наоборот, больше стимул, еще больше работа над собой. Чтобы, если и перегнать их по уровню техническому, с тем, что есть в голове с таким характером и так далее, то можно вообще создать такую же непобедимую машину, которая сейчас есть в Тудротс. Согласен с тобой. Расскажи как раз сейчас про команду, про Fight Nights, про вот этот период. Ты что рассказывать, вон придурок, а где сидит, тратит меня постоянно. Нет, пацаны, очень крутой коллектив, мне честно. Реально, вот без шуток, очень крутой коллектив, то я устал каждую тренировку ехать в автобусе или с гингу слушать. Я уже не могу. Там ладо батарейки. Брат, научился ли? Ну так, понятно, смешно, но чуть умею. Мои устали, они еще не меняются. Каждый день тренировочек, которые мы... Они одни и те же песни. Что, сдохла? Ей, по чем, брат? Вы это... Короче, вы смеяться будете? Я сам оху, когда ценник услышу. На русский это около 12 тысяч рублей. То есть, понимаешь, насколько сейчас такие, типа, кроссы какие-нибудь плюс-минусы? Да, это вообще сказка. 30 плюс там, ну минимум, я думаю. Что говоришь? Это полет. И он и... жесткий. Короче, у нас есть товарищ, появился из OneGame. Его зовут Саян. Саян, тебе большой респект. Саян меня накормил бешбармаками, первый раз в жизни его обобрал. Показал вообще город, везде нас свозил. Саян, тебе респект, процветание твоей команде. Мы еще с тобой обязательно вернемся. Ну, мы с ним очень на хорошем контакте. И у него товарищ держит магазин Nike. Этот тоже полупокер закупился. Где-то сейчас подвязал, да, немножко? Короче, мы полкоманды купили бирюзовые кофты Jordan. Давай, показывай, Норик. Все, ты уже в ролике, брат. Я еще вот какую-то штану, кофту, вот эту кофту. Блин, крутая. По чем все вышло? Здесь вышивка будет Fight Night, да? Да, он был здесь. Только без 1x, просто Fight Night. Да, просто Fight Night. Нам вообще походить никто и будет. У нас полкоманды. Самое главное, Майриф Пирай уходит в такую. Она стоит 40 тысяч тенге, а на русский это примерно сколько? Тысяч 5-6. Тебе посчитается, сколько ты в Москве купил. Вот там еще штаны взял, еще вот штаны. Штаны тоже 40 тысяч тенге. И вот эти 40 тысяч тенге. Короче, вместо там 1070 я потратил, наверное, 1000. Брат, короче, есть смысл на шопинг просто сгонять сюда, понял? Я сюда бабки не жалел на шопинг, потому что в Москве... Я даже на ВИТО смотрел. Он сравнивал цены, но там вообще без шансовка, короче. Лучше тут взять и переплатить чуть-чуть за груз и привезти. Телки вообще оху** от них. Так, мы возвращаемся. У нас... Рассказываю, пацаны, у нас на камере... Пацаны, девчонки. Девчонки тоже смотрят, думаю. Много, да, наверное, думаю. Ну, по-любому. Тебя смотрят, ты модель, ты бывшая. Меня никто не смотрит. Да ладно, все. Такой скромный пи***ц. Ждите мой выпуск, ребятки. Серьезно. В общем, ребята, очень мало зарядки на камере. Мы в Казахстане были неделю. Я реально хотел пообщаться с Саней. Очень мне интересно было. Я надеюсь, что вам зайдет такой формат, вообще понравится. Сделали все. Как получилось, братья? На самом деле, как раз вот самые пиздатые в самых трудных условиях и выходят ролики. Да, я согласен, думаю. Поэтому работаем. Вторую часть, если ждете, обязательно комменты, лайки, и мы запишем вторую часть. Мы уже договорились. Мы только что руки, брат. Да, мы договорились на вторую часть, но, пацаны, чтобы была вторая часть, по-любому, ваша поддержка. Без вашей поддержки это вообще никого смысла не имеет. 100%. Мне еще кажется, что я в кадре, какой я, бредат. Я вот так сижу просто. Да, если честно, ты по жизни у***. Так, да. Знаю, я это не ставлю, что ты играешь. Я знаю. Все, спасибо, брат. Тебе огромное спасибо. Спасибо большое, что ты узнал. С кайфом посидели, поболтали. Не, мы обязательно, мы придем на работу к Сане. Посмотрим. Сейчас он детский тренер в Динамо. Посмотрим, где он работал. Мне очень интересно. Я думаю, что ребятам тоже интересно будет это все посмотреть. Вы знаете, кто это? Иди сюда, прыгай, следим. Без вашей поддержки они не снимут вторую часть. Это сын Камила Гаджиева. Гаджи Ракета. И он у нас не футболист, а хоккеист динамовский. Поэтому, пацаны, это будущая звезда хоккея. Я вам сто процентов говорю. Главная поддержка, да, команда? А он скоро полетит, кстати, в Барселону. Вы знали, в Каталу? Опа. Откуда он знает? Это же реально, вот я же говорю, судьба, типа, бывает. Но вот прикинь, просто он даже, типа, ну, не мог слышать этот разговор. А ты не слышал ничего? Нет. Его не было тут. Как так? Видишь, я же тебе говорю, Бог сам сигналы посылает. Все, ребят, всем спасибо, всем большой любви. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok